Привет! Что делает Тейпа главным гиком рэп-игры на русском? Конечно, его бесконечные отсылки. Но не просто отсылки, а то, с какой легкостью он их преподносит. Но то, что они с Арни устроили на треке Суперсоник с альбома Пикабу, это вообще загрань. Весь трек это чистая отсылка, постмодерн, переходящий в мета, запрещенную в России. Но в этом и есть гениальность этого трека. В нем в кучу собрали то, что могло бы оказаться в кассетнике у 30-летней альтушки, но никак не в одном треке в топе всех чарт. Но в этом и прикол, так что давайте разбираться и ставь видосу лайк, если ты тоже любишь разбираться. Посмотрим, сколько нас. Для моего канала это нетипично, но давайте для начала поговорим про текст. Он начинается с супер мощной цеплялки. Нас не догонит, это то, что знают вообще все. А если и не знают, то ощущают этот тег как что-то близкое, понятное и знакомое. Слишком глубоко это в культурном коде. И это чистейший фансерфис. Дать слушателю то, что он знает, но в немного другой форме. Да и сама форма просто идеальна для того, чтобы прилипнуть, потому что припев он не поется, а именно что так чуть-чуть слегка напивается. И то, что деньги именно звонят, а не звонят, тоже делает тейпы немного ближе к слушателю. Особенно к тому слушателю, который помнит, что мама не будет. Ну или у нас на районе не звонят, а звонят. Но это, мне кажется, уже чисто моя ассоциация. Ну и да, понятно, что с другим ударением просто текст бы не сложился, но почему бы не придумать вот это наслоение смыслов, это ж прикольно. Далее идут отсылки на Overwatch, Street Art и Baltoza. Ну и то, что я не выкупил. Например, вот это я точно где-то слышал, но вообще не помню где. Если помните, пишите в комментариях. Ну а главная мелодия это... Алё, Рон Данс, Алё, Рон Данс, Алё, Алё, Рон Данс, Алё, Рон Данс. Мы пу-пу! Алё, Рон Данс, которую играет синт в стиле дремучий просто попсы 90-х. И добивает слушателя басок. Он просто качает вместе с голосом и гениальной мелодией стромае. А если добавить фансервисный припев тейпа, то всё, ты в капкане и будешь напевать это до выхода в Ан Данс. Ну стараемся, бро, стараемся. Ну и конечно есть шанс, что я всё это придумал и ничего такого не было задумано. Ну и поговорим о структуре бета, а тут и вправду есть о чём поговорить. Помимо вот этих фиксов, тут на самом деле не так много элементов. Это лид, вот этот басок, брас, 808 бас и конечно же бит. Ну и в конце ненадолго появляются стабы. Но трек всё равно звучит просто супер динамично. И секрет тут, во-первых, в темпе, который 120 либо 240 ударов в минуту. В самом темпе, который конкретно даёт тут жару. И то, что в музыке что-то меняется раз в 15 секунд. И на плейлисте это отлично видно. Вот такой фрагмент идёт 15 секунд и нет такого, чтобы они повторялись два раза подряд. Каждые 15 секунд меняется либо музыка, либо бас, либо драмка, либо всё вместе. Ну и конечно решает общий вайб. Каждый прикольчик этого трека работает только вместе со всеми остальными приколами этого трека. Если детально посмотреть на каждый элемент, то вот так вот выглядит лид. Вообще все звуки я подбирал на экспенде. Вот это основной лид. Пресет софти, к которому я просто добавил вот этот второй слой. Ну и лёгенькую эквализацию. Пресет баса. Вот так брас. Брас, к которому я тоже добавил второй слой. 808. И вот эти типа мемные стабы. Ну и критический простой бит. И вот так Тейп и Арни минут за 20 по их словам собрали главный хит их альбома. И пора приступать к тейп биту, чтобы на практике применить все эти фишки. И если понравился такой детальный разбор, то ставь видосу лайк. Я старался. Шаг первый. Нужно найти узнаваемую мелодию из хита двухтысячных. Может быть вот эту? Только не помню откуда она. Почему-то сразу хочется сжать видео до вертикального. Или вот эту, например. Ну отню какие-то перфораторы на флорбеке. Но на самом деле я, конечно, уже знаю, что я хочу использовать. И эту песню я ненавидел, когда она выходила. Потому что она играла из каждого кнопочного телефона. Мой темп будет чуть меньше, чем у тейпа. Так что нужно его настучать. Не, ну скликать-то надо, на самом деле, да? Надо же. В конкретном случае бора-бора можно было взять вот этот сэмпл целиком. Но его окончание уже зажевывается драмкой. А только первый один такт использовать как-то не круто. Так что на помощь приходит Nexus вот с этим пресетом. Которому в разделе Modulation я включил портаменты на 1,6,4. Чтобы делать вот такое. Типа вибрато. Мелодия звучит как-то. Но, конечно, нужно делать всякие прикольчики. Типа вот таких вот. И вот эти нотки в середине. Ноток других надо убавить. Оно три раза повторяется. И потом. По-моему, вот так. Так. Вот так. И вот так. Да. Звучит пока супер плоско. Но я хочу добавить для глубины еще один слой флейты. Вот такая вот супер базовая флейта. У него даже где-то никакого апартамента я делать не буду. Ctrl-C. Ctrl-V. И вот все вот эти приколы убираем. Все вот эти лишние ноты. Фаршлаги, фершлаги. Вот это все. Идет лесом. Из-за того, что ее партия попроще, еще какой-то грув дополнительный появляется, по-моему. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет, в том числе и новичкам. И совсем недавно для видеокурса вышло большое дополнение, которое расширило его в полтора раза, и в том числе на этом дополнении мы будем с нуля писать вот этот бит. И также я создал дополнительный тариф с проверкой домашних заданий, которые позволят на 100% закрепить пройденный материал. Узнать подробнее обо всех тарифах и об индивидуальном обучении вы можете, написав мне, либо перейдя вот по этому QR-коду. А ссылочка на меня есть в описании под этим видео и в закрепленном комментарии, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. И я сразу же и то и другое за ресемпл. А все потому, что я хочу сделать их копию, которая будет играть на октаву ниже. По-моему, очень прикольный контраст. Для бас я буду использовать мук, и тональность сэмпла сама по себе А-шарп. На мой взгляд, это высоковато. Я хочу, чтобы это было F-шарп. То есть нам нужно все сэмплы спустить, ну все четыре, на 400 центов. Угу. Ритм я напишу примерно такой же, но не совсем такой. Это же мук бас, а не такой же бас. Тан-тан, тадан, тан-тан. Что-то типа такое вот. Ой, нет-нет-нет, не так. Да, то, что нужно. Тадан, тадан-тан. То есть здесь будет дополнительное ускорение наверху пусть будет. И сразу для жирности на бас я кину OTT и Little Radiator. И под высокую фрейту можно прописать еще V-708 сразу. Что-то типа простенькое и незамысловатое. Да, буквально вот так. Только вот здесь на G поднимем. Ctrl-B. Здесь, наверное, можно сделать вот так вот. И в конце обязательно нужно какое-то ускорение. Типа ту-ду-ду-ду. Или чтобы оно еще и с клэпом совпадало. Вот так и вот так. Да, вот так прикольно. Только надо поднять куда-нибудь. Вот это на A, а вот это на G, как и в конце тут. И на мелодию стопудово нужно накинуть ревер, дилей или типа того. Помимо ревер и дилей тут стопудово нужно OTT. Но у Тейпа был второй вариант мелодии, который мы сейчас и накинем. И для такого вайба 100% подойдет ситр. Это вторая мелодия тоже из Бора-Бора. Она играет что-то типа... Потом... Да, именно так. Короче, вот так примерно. Еще по поиску ситр в Нексусе есть ситр-дрон. И это, мне кажется, та штука, которая здесь прям нужна на задний план этой мелодии. Только, наверное, октаву ниже. Да, то, что нужно. Еще 808 можно немного поменять под этот ситр. Вот эту ноту просто сместить с F-шарпа на E. Еще в Нексусе есть звучок, который, мне кажется, будет тут в тему. В флюте FX мне нужен. Да, вот он. Вот этот звук я хочу. Но он не на той ноте. Так что я его заресемплю. С-шарп. Получается. Нужно поднять его на 500 центов. Да. Мне кажется, это вот... Вот то, что нужно. Прямо вот это супер подходящий звучок. Я, пацаны, провожу хорошо время, я не буду... Ну и раз уж мы добавили вот какой-то такой стабик в начало сита, можно добавить какой-нибудь стабик и в основную часть с флейтой. Что-нибудь такое. Или все-таки Brust Up 3. Теперь срочно надо биток, потому что звучит уже круто. Набор драмок будет очень похожий на то, что я использовал для тейпа. Только здесь я еще чуть-чуть подмешаю снэп. И вот такой звук на каждый четвертый удар. Стандартный ZS-ки хай-хэт. Несколько пробежечек буквально. Например, здесь на 1,3. И вот так. И вот этот дудудудудудун. Вот так вот. Еще я в разборе этого не сказал, но у тейпа, по-моему, играют дополнительные хай-хеты. Так, наверное, где-то. Еще для себя я взял вот такой вот, который будет играть вообще суперчасто. Вот так. Только он будет довольно тихий. В целом, когда хай-хеты начинают играть пачкой, по-моему, становятся прикольные, живее. Более мясисто, что ли. И вот такой вот open-hat, мне кажется, тут просто необходим. Только вот здесь вот в конце у нас будет же ускорение С 808 это будет звучать отлично А чтобы добавить эффекта перегруза, такого дрожания хай-хета Можно использовать простой советский трансгейт вот с такой настройкой То есть резолюшн 1.64, 32 шага и микс наполовину Потому что если полностью, не очень звучит Кик прописываем полностью по басу, игнорируя только вот эти две нотки баса верхняя Ну еще точно нужно добавить для кика вот этот стомпик И вот этот момент я прямо пометил вот для себя, братан Ну и тут уже за кадром я нашел на сплайсе вот такую штуку Для вступления, по-моему, будет супер в тем Еще можно на snare подложить вот такую штуку Один сделать коротким, а второй похоронным Таким Еще мне в комментариях спрашивали, показать хотя бы что на мастере Показываю мастер-канал, лимитер, разгон, клипер, звук И можно еще вверх приподнять каким-нибудь магом И еще, и еще, и еще Какое у меня есть drum fill, который нужно будет нарезать Прям в тему И если продолжать уже вгарать, то можно сделать что-то типа Тембурин ролл у меня есть такой Мы сделаем вот такой вот разгон Так, и прям вообще вот так И ему можно сделать вот сюда нажать Automate painting И сделать вот так вот И вот так вот ну и пора сделать хоть какую-то структуру потому что все готово не уверен что нужен брас сначала ставить не не будем брать сначала ставить но этот фрагмент я протяну все-таки два раза у меня темп помедленнее он будет идти целых 20 секунд и тут играют флейты синтовым басом потом пойдет ситр и ситр это как бы дополнительный дроп и чтобы его дополнительно подчеркнуть можно сделать типа тунту тудунту тудунту тудун тут вот так например вот то есть вот это обрезаем вот это обрезаем все-таки нужно вот эти всякие роллы тоже сюда подкинуть ну наверное все на это можно остановить вот такой получился биток если понравилось видео или бит то ставь видосу лайк и напиши в комментариях какой твой любимый трек с альбома пикабу вообще как по твоему альбом потому что мне честно говоря не особо что зашло кроме трека суперсоник снова напоминаю что у меня есть видео курс по битмекингу от а до я в котором появился тариф с проверкой домашних заданий подробнее узнать у меня по ссылке в закрепе и в описании ну и обязательно подпишись на канал если ты этого еще не сделал и на этом у меня уже точно все с вами был стас гарф прод пока до встречи в следующем видео